Ученые США определили участок в мозге, который отвечает за формирование пагубных привычек, в том числе к употреблению алкоголя и любовь к сладкому. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Express. Обнаруженная нейронная цепь производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, меланин-концентрирующий гормон, MSN. MSN используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью принимать лекарственные препараты. В серии экспериментов с участием крыс было продемонстрировано, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов крыса нажимала рычаг, получая угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Грызун мог достать следующую порцию угощения, лишь нажав рычаг через 20 секунд после предыдущего нажатия. Крыса становилась нетерпеливой и часто нажимала рычаг до истечения времени, сбрасывая таймер. В другом опыте крысы могли выбирать между двумя рычагами. Нажав один рычаг, животное немедленно получало награду, а нажатие другого давало пять угощений, но необходимо было прождать 30-45 секунд. Грызуны предпочитали пользоваться первым рычагом. Ученые сканировали мозг подопытных животных и установили, какие нейроны вырабатывают MSN, оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, которая с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль. Исследователи планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Это поможет разработать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями. Продолжение следует...